Здравствуйте! Меня зовут Людмила Марченко. В эфире «Управдом» программа о самом главном ЖКХ. О благоустройстве улиц, дворов, подъездов и собственных квартир настало время быть хозяином в том месте, где мы живем. Лифт не самое последнее по важности устройство в многоквартирном доме. И здесь справедливо высказывание, применимое к автомобилям. Это не роскошь, а средство передвижения. Особенно если вы живете не на первом и на втором этаже, а на верхних. Здесь, как и в автомобиле, от исправности механизмов зависит здоровье и даже жизнь пассажиров. Много опасений вызывают старые лифты. Сами жильцы, в котором относились небрежно, бога кабинка наводит на мысль о таком же состоянии и механизмах. Слышно, как дверь открывается, закрывается с бухом, как он... И вот посуда у меня длянька идет. Например, кнопки меняли, видите, они все на железный кнопочек, потому что они были пластмассовые, и их раньше жгли. У меня будет как граната взрываться тут на десятом этаже. Вот так. Управдом решил разобраться в работе лифтов, узнать, кто отвечает за исправность механизмов, частоту в кабинке, работу кнопок, сколько срок службы лифта, и что должно насторожить жильцов в работе внутридомового транспорта. В этом доме мы в гостях не первый раз. Жильцы ждут, когда придет их черед капитального ремонта. За 25 лет в доме износились коммуникации, крыша, ступеньки у подъезда. Работа лифта тоже вызывает беспокойство. Вот, слышишь? Это так, возможно жить? Слышно, как дверь открывается, закрывается с бухом, как он... И вот посуда у меня длянька идёт. Последние годы жизнь на десятом этаже сопровождает постоянный грохот и гул. Жильцов верхних этажей беспокоит звук двигателя лифта. Кроме того, с возрастом и сам лифт стал громко перемещаться по шахте. Когда, например, у меня в далекой спальне, я сплю с берушами и то слышу, как он работает. А вот сейчас он дальше будет, значит, пальцы будет постепенно тратиться. Это будет вообще, это будет лифт у нас, дверца, вернее, с площадки троутся. У меня будет как гранат взрываться тут на десятом этаже. Вот так. Пу-бджу! Пу-бджу! Несколько лет назад лифт капитально отремонтировали. Но именно после этого, по мнению жильцов, работать он стал громче. Приходили, смотрели и прорабы, и инженера. Я не понимаю, как можно было закупить двигатель не той конфигурации. Ольга Александровна много лет проработала в своем доме лифтером. И знает принцип работы устройства не понаслышке. По ее словам, у лифта некорректно работают новые механизмы. Он вот сейчас придет, механик, да и вы тут сами развели срач. Срач-то ладно, мы развели. Ну а то, что он механически-то плохо работает, это ведь опять, мы туда доску не имеем. Понимаете? Вот сейчас слушаю, он как рванет вниз. Возникает закономерный вопрос. А кому все-таки принадлежит лифт в доме, и кто несет ответственность за порядок в нем и исправность? Это собственные жильцов, соответственно, и управляющая компания несет ответственность за его эксплуатацию, но как собственность он принадлежит жильцам. Соответственно, бремя расходов по содержанию общего имущества, а лифт является общим имуществом, лежит на собственниках. Получается, что лифт, так же как и стиральная машинка и автомобиль, наша собственность. Но только наших собственных знаний и возможностей для обслуживания и ремонта такой техники мало. Кроме того, от исправности объекта зависит жизнь, поэтому ответственность за содержание лифтов мы вверяем управляющей компании. Обслуживание лифтов на данный момент является жилищной услугой. Управляющая компания обязана заключить с организацией, которая занимается обслуживанием и содержанием лифтов договора. И если происходит поломка лифта, то осуществляет диспетчеризация самой специализированной организацией. Соответственно, если поломка лифта небольшая и она входит в оплату за лифт, то организация специализированная обязана устранить эту неполадку и, соответственно, запустить лифт. Управляющая компания, в свою очередь, заключает договоры с организациями, которые специализируются на обслуживании лифтов. Информация о том, что это за компания, должна быть указана в кабинах лифтов и на квитанциях на оплату услуг ЖКХ. Если же неполадка лифта носит капитальный характер, то в данной ситуации управляющая компания обязана принять все исчерпывающие меры, а именно, должна уведомить жителей о том, что произошла такая ситуация, уведомить о необходимости проведения капитального ремонта и провести общее собрание. И если житель примет решение на этом общем собрании, то произвести ремонт лифта, собрав денег через платежки жителей. Справедливо замечено, что лифт – транспорт, и стоит он как хороший джип. Поэтому, если вы захотите его поменять, то вам всем подъездам придется собирать на него деньги. Ведь ездить на том джипе вы будете всем подъездом. Лифт – это одно из самых, назовем таким образом, дорогих удовольствием на квартирном доме, там, где он имеется. Это в районе около двух миллионов рублей стоит один лифт. И, соответственно, жителям через программу капремонт необходимо накопить на замену лифта. Давайте подытожим. Лифт – собственность жильцов. Обслуживание лифта, жилищные услуги и этим занимается управляющая компания. Управляющая компания заключает договоры с организациями, которые занимаются текущим и капитальным ремонтом лифта. Если поломка лифта небольшая, она входит в оплату за лифт. Если поломка капитальная, ремонт проводится за счет средств собственников жилья. Так как лифтовое оборудование является частью общей собственности жильцов дома, то решение о его замене или ремонте может быть принято только на общем собрании собственников. В настоящее время лифт можно заменить двумя путями. Либо попасть в федеральную или региональную программу по замене, либо собрать необходимую сумму жителей. Срок работы лифта составляет 25 лет, после чего проводится диагностика и принимается решение заменять лифт или продлевать разрешение на его эксплуатацию. Вот, вы видите, как он прыгает? Он не оторвется? Это вопрос. Ежегодно обязательно каждый лифт подвергается техническому освидетельствию. Это аналогия с техосмотром автомобиля. В отношении лифтов Ростехнадзор проводит проверки. Если пользоваться опасно, то его обслуживающие организации обязательно отключат. Обычно правило пользования лифтом располагается внутри кабины, но начинать правильно пользоваться лифтом нужно в момент, когда мы его вызываем. Во-первых, запрещается перевоз легковоспламеняющихся веществ. Проезд детей до школьного возраста без сопровождения взрослых и пользоваться лифтом во время пожара в здании или землетрясения строго запрещается. Если по каким-то причинам в кабину лифта вошли не все, не нужно останавливать закрывающие двери, подставляя ногу. Для этого есть специальная кнопка. Если ее нажать, дверь откроется. Если что-то в лифте пошло не так или вы застряли, то у вас есть специальная кнопка для связи с диспетчером. Здравствуйте. Телекомпания «Новый век», программа «Управдом». Вы нас на пульте видите? Колокольчик, Денис. Ошибок никаких нет по лифту. Спасибо, все в порядке. Спасибо, проверка связи. Имейте в виду, что для связи с диспетчером кнопку с колокольчиком нужно какое-то время удерживать, до тех пор, пока вам не ответят. Напоминаю также, что в лифте нельзя курить и нельзя прыгать. Это ваша безопасность. А еще бережно относитесь к лифту, ибо лифт – это ваше имущество. Сохраняйте его в надлежащем виде в ваших интересах. И еще. Для перевозки ребенка в коляске необходимо взять его на руки, а затем ввести коляску. При проезде с детьми дошкольного возраста в кабину входят сначала взрослые, а потом дети. Мучное портит не только фигуры, но и жизнь жильцов в многоквартирном доме. В одном из выпусков программы мы побывали в доме по адресу улица Советская, 161, и выяснили причину кулинарной неприязни. История имеет продолжение. Так жители держат оборону подвала собственного дома. Главная задача – не пустить туда еще одних равноправных собственников. Собственников нежилого помещения, которым необходимо провести его реконструкцию. С нашей стороны мы к ним обращались еще до начала ремонта, чтобы провести необходимые коммуникации, для того, чтобы никак не влиять на жизнь жителей. То есть это вентиляция, канализация. На что категорично нам сказали, что против. То есть в итоге канализацию мы одну витку сделали, но вентиляцию на данный момент мы сделать не можем, потому что они не дают это сделать. Хотя все документы, технический план, проект, техническое заключение на состояние конструкции строительных в результате монтажа, что ничего не пострадает, в этом случае у нас есть. Через подвал должны пройти трубы новой вентиляции, которая должна избавить дом от запахов производства. По мнению жильцов, такая реконструкция еще прочнее закрепит позиции в доме пекарей. Жильцы квартиры над пекарней жалуются, что первое время печи грели так, что температура в квартире была больше 32 градусов. Особенно тяжело было находиться в доме летом. После жалоб владельцы пекарни сделали теплоизоляцию потолка. Полы в квартире стали холоднее, но запахи и пар заходят в квартиру и через вентиляцию, и через форточку. Сейчас хорошо. А бывает, знаете как, в квартиру не войти. В данном случае, вот вы задаете вопрос, то есть у нас пекарни, они зарегистрированы по АКВЭДу как предприятие общественного питания, как кафе. Естественно, у них идет выпечка, идет производство пирожков, булочек и так далее. И здесь же осуществляется их реализация с употреблением на месте или на вынос. В данном случае у них должна быть раздельная канализация от жилого дома и раздельная вентиляция тоже от жилого дома. Причем вентиляция должна выходить на один метр выше конька крыши и при этом не должна ухудшать условия проживания людей. Не первый год жильцы судятся с пекарями. И совсем недавно состоялось еще одно заседание. Суд принял решение в пользу жителей, на стороне которых был закон. Суд был 27 числа, заседание было перерыв до 28 числа. И соответственно 28 числа вынесли таковое решение. Итак, решение какое? Решение такое, значит запретить производственную деятельность по данному конкретному адресу ООО Тамбов Пекарь. То есть собственнику этой пекарни, хлебница. Но любителям мучного можно не волноваться? Нет, мы совсем не против этого. Разговор идет только о том, что, извините, когда под твоей квартирой две печки по 25 киловатт, тем более в свете последних событий в крупных торговых центрах, я считаю, что жилые дома не место для серьезного производства, тем более с большими тепловыделениями. И как всегда в конце программы полезный совет от Управдома. Если ваш ребенок путает ключи и не может запомнить от чего какой, то воспользуйтесь нашим лайфхаком. Покрасьте головки ключей разноцветным лаком для ногтей. И больше никакой путаницы с ключами. Ну а на сегодня это все. Заботой о вас и Управдом. Управдом.